всем привет друзья с вами варчик два года назад 21 марта вышел патч 1.0 и вот уже как два года мы мучаемся на недоделанных картах плюс еще баланс между танками все хуже и хуже вот что нужно требовать от разработчиков world of tanks вот что мы должны получать каждый патч это то на чем они должны были работать что мы получаем вместо этого те патчи которые они должны делать так сказать в остальное время и добавлять как просто дополнительное они суют как основное картинки там в декальки улучшение декалей декали которые будут изменяться зачем весь этот мусор и столько сил на это тратится переработка оборудования и потом еще и переработка перков в той игре где колоссальная разница в балансе между танками одного уровня даже бывает между танками которые занимают один и тот же геймплей и должны делать одно и то же в бою один танк катастрофически слаб по сравнению с другим зачем это все добавлять в игру если ничего не изменится поскольку нет баланса почему сейчас такие всратые бои поскольку работа над картами не была проведена за года ни разу чуть-чуть там что-то посовывали дерево на малиновке развернули какой-то кустик и добавили на линии зигфрида кучки мусора это все что сделали разработчики за два года до они там начали тестировать целые три карты у себя там на своих тестах говорят что через пару патчей мы это увидим на основных серверах причем из этих трех карт работа нормально проведена только с двумя очень хорошо изменится утес они доработали те косяки которые были неисправлены в первой версии исправлений карты также еще очень хорошо переработали руинберг где тоже все косяки поисправляли но чтобы убедиться что эти карты стали хорошими нужно будет еще на них поиграть а нам даже еще не дали их потестировать и это всего лишь две карты из десятка карт и у меня есть подозрение что после переработки этих двух карт еще года два мы будем ждать переработку еще двух карт хотя этим нужно было заниматься постоянно где исчезли переработки минска где исчезли переработки фьордов ведь эти изменения были сразу показаны после того как вышел патч 10 было видно что карты всратые и на супер тестах как горячие пирожки разлетались изменения карт но туда-сюда эти все изменения карт прикрыли и исчезли все их не видно все про не забыли прошло два года и начали другие карты тестировать я не удивлюсь если это тоже никуда не пойдет пройдет еще два года покажут нам еще какие-нибудь картинки и все то что там где-то они там у себя внутри что-то тестирует это конечно классно но в игре как всратые карты были два года так и осталось а это ведет к тому что одна из команд не может выехать вообще с базы что на утесе что на перевале и еще есть ряд других картах где команда просто не может с базы выехать потому что куда она не поедет там нет позиции она сдохнет также есть еще замечательные проблемы когда бой с тремя артами очень часто одна из команд не хочет никуда ехать она боится зажимается в угол причем чаще всего на одних и тех же картах это один и тот же респ зажимается у себя в углу и сидит там иногда побеждает конечно если враги плохо атакуют но чаще всего проигрывают если враги проявляют хоть минимальную адекватность просто зажимают в угол аккуратно подсвечивают и ждут когда она там в углу сама передохнет сказать что такой бой интересен что с одной стороны что с другой ничего не сказать и таких проблем полно которые не были решены вообще на мой взгляд боев с тремя артами не должно быть вообще поскольку бои сразу же испорченные переработка карт должна была вестись постоянно но ей по сути нет вообще только у себя то на закрытых тестах какие-то там картинки покрутили и все и разрывы баланса танков они просто ужасные возьмем допустим слабый танк 10 уровня на нем адекватно среду х там дай бог 3500 там это если вы великолепный игрок и возьмем какой-нибудь имбовый танк 10 уровня на нем среду х у великолепных игроков тысяч по 5 если не больше разница в полторы тысячи и это у хорошего игрока что уже говорить про плохих которые вообще не смогут ничего показать на слабом танке вот мы и видим кучу десяток с нулями они играют черти знает на чем а если всунуть плохой танк на плохой респ до бой с тремя артами да он в жизни ничего не сделает а на хороший респ поставить сильный танк то тут очевидно кто победит сразу же с начала боя а если мы возьмем имбовый танк восьмого уровня против слабого танка 10 уровня да там разница будет не такая уж и большая или наоборот возьмем слабый танк восьмого уровня против одного из самых имбовых танков 10 уровня десятка просто проедет катком по восьмерке дальше поедет и не заметит вообще ничего до разработчики любят там свои имбочки какие-то добавлять в игру чтобы там михалыч и за ними летели спешили торопились чтобы получить свою имбочку по нагибать в рандоме окей хорошо но нельзя ли разрыв между слабыми и сильными танками сделать чуточку поменьше чтобы они различались хотя бы не в 1500 средухе а в 500 хотя бы чтобы не ну не настолько катастрофически когда старый какой-то мусор вообще не играбельный а новая имба с гк просто разрывает все танки жменьями вот что нужно требовать разработчиков а всякую эту парашу которая не там добавляет интерфейсики картиночки картинка которая изменяется там картинка возле картин картинка в картинке всю эту срань они могут там для себя отдельно делать когда делать нечего потому что это параша для игры вообще никак не нужно они делают чисто донатный контент каждый патч декальки шмекальки камуфляжики прям танчики остальное дерьмо но как должно происходить вообще в нормальном мире игроки должны требовать с разработчиков нужное изменение для адекватной хорошей игры чтобы мы все в игре получали удовольствие а так получается что мы ничего не требуем значит нас все устраивает вот разработчики штампуют нам по кд донатный контент видимо в игре все классно но разработчики понимают что в игре далеко не все классно но зачем спешить развивать игру если сейчас не играют а вот когда начнется что-то не так они в любой момент могут начать по чуть-чуть что-то там делать одну карту изменить две карты раз два года и даже не выпускать это еще в релиз и уже вроде как изменения идут в лучшую сторону хотя ничего сделано не было ведь быстро развивать игру тоже никто не хочет чем дольше она будет жить тем дольше она будет приносить бабосик поэтому спешить никто не хочет а когда клиент еще и ничего не требует да можно еще и ноги свесить и просто сидеть пока мы будем это кушать нам это и будут приносить с вами был арчи карать красиво всем пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok